Это моя дочка падает. Я, видимо, мать. Вряд ли я ее сейчас спасу. А, я могу ее спасти? Ой. Что-то она какая-то не очень хочет, чтобы ее спасли. Всем привет! Рада видеть вас на моем канале Телкоплей. Я Наташа. Мы с вами продолжаем играть в игру Reveal. Не знаю, как правильно, короче. Это игра про цирк и семью. С какой-то драмой. Мы только пока что поняли, что мать хотела, чтобы дочка была в цирке, занималась чем-то одним. А мы вроде бы как хотели, что другим. Нашли какой-то контракт и вот все еще с вами лазаем и блуждаем. Это же цирк. У Марты сегодня репетиция. Теперь я помню. Мне нужно попасть на нее. Дурное у меня предчувствие. О, опять Зохан. Что он скажет про будущее на этот раз? Так, а подожди. У меня нет монетки. Сегодня сойдутся звезды. Нет времени лучше, чтобы достичь целей. Ну, пошлите достигать целей. Я думаю, что сегодня мы с вами закончим эту игру. Там, в принципе, осталось не так уж много. В игре всего лишь пять глав. Я думаю, мы сейчас с вами вот эти вот главы сейчас пройдем и все. Просто не верю, что выступаю на следующем шоу одна. Почему она заболела именно сейчас? Вы опять ходили на озеро в такой холод? Короче, мамашка по полной использовала ребенка, судя по всему. А мы топили как раз-таки за то, чтобы у ребенка было детство. Дори болеет. Поэтому она дома. Сегодня мой единственный шанс. Если ничего с этим не сделаю, то, Дори... У меня просто нет другого выхода. Почему я вижу только один выход? Да какой выход-то? Вон, возьми игрушку мягкую, кисть какую-то или кто-то... Обезьянка, бананка, кто? Точа! Все такое нереальное. Клоуст. А мы можем на чем-то прокатиться? Не можем, да? Никакого праздника, никакого кина, никакого развлечения. Ну, спасибо. А у моей дочки был свой отдельный шатер? Или она не удостоилась такой роскоши? Так, какое-то большое шоу. Вход здесь. Подожди, но я хочу дочку сначала как-то это самое. Короче, непонятно, как работает. Ну, ладно, давайте идти туда, куда нас ведет игра. А там посмотрим, че будет. Смотрим, какая концовка у нас, в принципе, получится. Точа! Похоже, цирк сильно пострадал от урагана. Но мне, наверное, надо сейчас вот здесь вот пройти насквозь. Так, это какое-то тут что-то непонятное. Что-то было. Есть кто-нибудь здесь? Там что-то какие еще с ладошки-то были, я видела. Какие-то ладошки были чьи-то маленькие или не маленькие. Тут опять какая-то кухня. Контрол, присесть. Да ладно, я не боюсь. Меня так просто манекенами не напугать. Я иду спасать свою дочурку, потому что я ее люблю. А мамашка-долбонашка, ее надо это самое угомонить немножко. А то она моему ребенку детство не дает. Принимаешь? Она хочет, чтобы мой ребенок вечно работал. А зачем? Как бы детям тоже нужно детство. Как бы поработала Дори и Марта сегодня. Видишь, она все-таки ее больная. Марта еще должна быть тут. Да что я делаю? Это неправильно. Эмэйзинг Цао. Ой. Пора поторопиться. Доча! Только не падай. Папа придет. Папа тебя спасет. Папочка бежит. Выше находится оборудование. И что ты мне предлагаешь сделать? Я не могу сказать, что я тут что-то делаю. Так. Болторез. он должен справиться с веревкой. А ты что, хочешь дочке перерезать веревку? А какую надо перерезать веревку? Ля, батя года, что ли? Зачем вообще... О-о-о-о! Это страховочная сетка. Нет. Ты не уберешь у меня ребенка. Дори? Ой. Кажется, у меня будет плохая концовка. Я убила свою семью. Может быть, попробуем еще раз? Может быть, типа перерезать веревку. Зато я получила достижение. Вот такая вот, да, перерезала веревку. О-о-о! Все! У меня все очень плохо. Теперь я вспомнил. Я... Я убил Дори. Но я знала, что так будет. Но зачем? Я... Я ничего не понимаю. Потому что, может быть, ты ревновал Дори? Марта? Зачем я так с тобой поступил? Мне кажется, у бати просто был какой-то кризис. Должен же быть другой путь. Я с самого начала вам говорила, что он что-то сделал, и все же я выбрал худший из возможных. Почему? Может быть, от безысходности? Как я мог подумать, что это поможет тебе? Мне так жаль. Но что теперь? Нужно выбираться отсюда. Действительно, погоревал и хватит. Ничего не вижу. Это там фонарик? Да, бери фонарик. О, хорош. Что? Опять что-то нужно положить, что ли? Боже, это еще что такое? Очевидно, какая-то ведьма из Блэр. А я даже не знаю, что сюда надо положить. Пошлите искать. Почему здесь повсюду колокольчики? Лучше быть на стороже. Я думаю, колокольчики лучше не задевать. Потому что, если мы заденем колокольчик, я так понимаю, колокольчик работает как сирена. То есть, заденешь колокольчик, ооо. Ооо. Так, первое яичко забрали, хорошо. Я знала, что тут так будет. Газета. Ну-ка. Трагедия в цирке братьев Нельсов. Мать и дочь погибли после несчастного случая на канате. Будущая цирка братьев Нельсов, радующего нас вот уже 50 лет, теперь под вопросом. Во время депетиции на канате у нее жизнь матери и дочери. Жертва Морта Томпсона и ее дочь Дори. Мертвым в шатре после падения с высоты. Короче, кобздец. Все-таки они реально умерли. Отстой. То есть, я реально убил свою семью. Ух ты. Себе. А можно фонарик включить? Ёпта. Это что за барабазюка? Я так расплачиваю за грехи. Должен же быть выход из этого леса. Подожди, а штучку у меня не забрали? Все, штучка у меня есть. Ну, видимо, так и надо было. Так, короче, обходим вот эти... Короче, нам надо идти... так. Говнюк. Тихо-тихо-тихо-тихо. Куда идти? Че делать? Какой нахер лес? Вот че-то нашли. Бляха. Пошли сюда. Да вы с ума, что ли, сошли? Так, Дори. Это моя дочка? Я нашел воспоминания про нее. Это что, типа оранжереи? Шо это за жетоны? Блин, мне не нравится здесь. Папочка. Но она меня любила очень сильно, доча. Но папа был дурачоча. Блин, и куда здесь дальше идти? Пошли наверх. Куда? Прямо наверх-наверх? Че здесь? Это можно посмотреть. Не понимаю, что. А, это может быть снизу. Слушай, я не совсем понимаю, куда здесь бежать, если честно. Но я так понимаю, мы должны искать какие-то вот такие вот штуки, куда входить. Таблетки. Слушай, не совсем понимаю. Куда тут передохать? Но вот этот вот лес мне вообще не нравится. Учитывая, что здесь входит эта мразота. Так, а это что? Это у нас шатер. Может, нам надо другой найти шатер? Блин, найти бы еще один шарик бы где-то. Только где вот он? Я не совсем понимаю просто. Я... О! Заправка. Заправочная станция. Супер. Мне нужны были деньги, я работал в ночные смены. Зарабатывал как мог. Все, у нас есть загадочная сфера. Уолтер, хочу сообщить, что принял решение о твоем увольнении. А, ну, может быть, знаете, как у нас наложилось? Типа, наложилось, что нас уволили с работы. Жена не любит. Ребенок типа, тоже непонятно в каком подвешенном состоянии. ооо, смотри, она меня ищет. Меня эта мразь ищет. Ну, может быть, пусть меня трахнет? Как бы, зато меня очень быстро переместит. Это, типа, наверное, моя жена. Если в предыдущий раз была отсылка на мою дочь, то, наверное, это моя жена. Какая она мерзкая, а? Да? Опять? Выберешь ли я отсюда? Да выберешься, не ссы. У нас две детальки есть. Раз деталька, два деталька. Все прекрасно, видишь? Теперь-то что? я откуда знаю? Там вон что-то вылезает. Какая-то диадема цирковая. О, это в начале игры было, я помню. Вот этого недоангелочка, я все это помню. Это наш поезд-призрак. Надеюсь, он выведет меня из этого проклятого кошмара. Давай, садись. Карусель, карусель. Не нравится мне это. На кому нравится-то? Поехали в комнату страха. Сейчас нас будут тут пугать бабайками. Не, ну, самая бабайка... Бабайку мы уже с вами видели. Бабайку по имени мамайка. О, смотри, комната страха-то изменилась. Была другая, ну, красивая, стилевая. Детям, наверное, обосраться страшно. Но нам не страшно. мы такого нет. Мы с вами взрослые ребята. Так что кто там стучит? Дома никого нет. О, дождик на улице хорошо. Мы опять с вами попали в цирк. Обратите внимание. о, мое любимое крутящийся вот это вот сумасводящее. Куда же? О, манекен. Так, указочку убрал. Я этого не помню. Так и я этого не помню. Но это игры нашего разума. Ой-ой-ой. Моя дочурка была. А это моя жена. Я может жену утопил? Типа нет, подожди, я вроде перерезал канат. Причем здесь тогда она утопленная. Странно. Странно. Короче, Наташа оказалась права. Батя сошел с ума. Что это такое? МРТ? Сейчас еще окажется, что наш главный герой находится на каких-нибудь исследованиях. как это всегда в подобных играх и бывает. И они пытаются его лечить вот таким вот способом. Типа клин клином выбивают, да? Это я? Да, ты все время работал. Жена у тебя тоже все время работала. Наша история любви. Как я сделала ей предложение, мы влюбились, поженились. Потом у нас родилась доча. да? Да, вот родилась доча. Мне очень жаль. Мы учили ее ходить. Потом мы учили ее ходить на канате. Я учил ее балансировать скоромыслом. Чтобы это не значило. Либо это показывает, как мы обрезали провод вот этот вот, который страховочный. на самом деле не очень веселая история. Да, это когда я перерезал веревку и они разбились. Но вопрос нахера? Зачем? У них еще типа завязаны глаза что ли были для этого номера. Охренеть. О, боже, нет! короче, я собственноручно уничтожил свое счастье. Это моя дочка падает. Я, видимо, мать? Вряд ли я ее сейчас спасу. А, я могу ее спасти? Ой, что-то она какая-то не очень хочет, чтобы ее спасли. Посмотрела на меня такая с осуждением такая не надо. Я не просила меня спасать. Боже, что происходит? Напряжение это на перделе? О, надо же! Угадайте, где мы с вами очнулись! Удивительно! Да, господа? Очнулись с вами, как всегда, в нашем уютном доме. Ну, как? когда-то уютном. Потому что сейчас он больше похож на помойку. Я вернулся домой? Сны наконец-то закончились? Да, хрен там? Ни хрена себе дома вообще прям распирдешь. В комнате сущий беспорядок. Что случилось? Да, видать, я устроил тут кутеж. Что это за шум? Ну, какая-то сработала система, я не знаю чего, то ли пожаротушение, то ли мы вызвали полицию. Кухня? Здесь все разваливается. У, ёп твою мать. Тут что-то вообще писосей. Все в говне. проникновение. Да уж. Так, ну, я так понимаю, к нам приехала полиция. Видать, соседи вызвали. Может быть, я тоже умер? Сыночка, хватит вылазить, а? Ай, 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 ай. Двойное присутствие, двойное проникновение. Ну, и чё? Может быть, приехали какие-то органы смотреть? Апеке? Нет? Удивительно. Ладно. Мы опять с вами оказались в цирке. Эти декорации, а все вокруг. Какая-то сцена. Кто? И главное, зачем это построил? Солнышко мое, ты такие вопросы мне задаешь? Мистерию. Хочешь, попросим в Мистерию опять? И ты, Зохан? Зохан тоже нахебенился. Ты шу Зоханом стала? Ты все, к чему прикасаешься, все угадил? Все около шматил? Ну? А это цирк? Это он какой-то маленький. Остатки типа былого величия? Или что? А вот эта дверь не откроется? фрин там плавал. Это типа моя дочка или это моя жена? Надо нажать какую-то красную кнопку. Марта Эдора. Кто мог сотворить что-то подобное? Так это ты. Ты это и сделал. Хороший мой. то есть я каждый раз буду этим заниматься? Может не надо? Давайте мы пойдем дальше. это что там? Какая-то нарния? О опять художественная мастерская. Я не понимаю что происходит. Я просто хочу выбраться отсюда. А мало ли что ты хочешь. Это называется муки совести. Ну или я не знаю сумасшествие. Называйте как хотите. Опять все стало красным и приторно опасным. Не я тебе отвечаю к нам приехала то ли полиция. Может быть мы тоже умерли? Теперь оказывается в каком-то поезде едем. Что это вообще? Правильно все больше и больше начинает о вот что куда меня куда-то подвинуло а что где черт возьми оказался еще один кошмар и рова обстан обстановочка и даже поезд слушай мне кажется мы реально находимся в какой-то симуляции и симуляция сошла с ума этот дом безумие рушится кирпич за кирпичом я сделал это кажется теперь я снаружи дома я не понимаю где мы пожалуй пусть это будет выход выбраться из дома ну мы выбрались из дома но как-то мне совсем здесь не нравится реально в какой-то симуляции что с вами находимся что это ничего себе это место огромное как я блин здесь оказался почему здесь стоит компьютер испытуемый 07 это я что они тут делали я сцп я сцп который выбрался на свободу закрыто но здесь нет замочной скважины мне нужно открыть ее как-то еще вот и все вот и все так а тут что-то произошло кровавая суть по всему эй что ты тут делаешь положи это ой кто-то кого-то пристрелил что происходит с моей головой им сюда даже продукты доставляли слушайте вообще непонятно что это такое что это за лаборатория выглядит как мастерская слушай кажется сломан очередная бутафория может быть меня реально испытывали какой-то мы смотрели посттравматический синдром реально все больше и больше походит на какое-то сцп если честно да ладно мы продолжаем исследовать как бы мы с вами не робкого десятка добрый вечер да реально посмотрите какая-то херня по изучению мозга это должен быть выход но я думаю он закрыт естественно ну сейчас найдем я открыл блин это трындец так как людей здесь работало и где все да что-то с ними случилось о боже думал он мертв а что с ним случилось кем же он был я видать всех поубивал блях а ёб твою мать серьезно это я подожди а может быть это я ну типа мои бесконечные да нет вроде бы обычные чуваки с чими занимались но явно не сексом еще один кто их убил эй кто этот парень черт он окей окей но здесь написано лим это не мое имя что здесь творится прикол ну что-то изучали в мозгах сотни файлов да а тут нельзя как-то линт Этвард сводка Элиса Бейкер может быть они просто мне закидывали всякую херню здесь управление дверями ну я что-то открыла я надеюсь ничего страшного что я открываю все двери вообще считаю нехер их закрывать было ёшки это реально на пулевые ранения если что это не я меня заставили меня вынудили я не хотел просто ну вы как бы пытали меня а мне ну нахера блин офигеть если это все сделал я то это трындец ручку зато скомуни сделала есть и другие испытуемый номер семь стабильно дом два опять испытуемый два Лиам Кеннелли подожди меня интересует испытуемый номер номер два ну капец вот так вот прикинь живи да и охеревай что оказывается ты какой-то подопытный так здесь мы были да здесь мы не были блин охренеть я столько народа здесь повалил а то есть они отстроили целый район ни хера себе ля дегенераты а зачем о ком это вот это у них тут глобалочка еще тела сколько же тут погибших видать достали человеков диск памяти хорошая жизнь может пригодиться рисунок моей дочки может быть они пытались что-то хорошее воссоздать наше исследование с того что провождение приема лекарств визуальной стимуляции помогает восприятию замещенных воспоминаний особенно это касается случаев подавления спутуемой части запрещенных воспоминаний короче поднимать естественно будет болеть гильзы тут лежат патронаж или как это называется я им тут я так посмотрю суеты понавел даже охранников повыносил кажется я это я это уже видел аааа моя голова и свалился господи ну что ты свалился и что я опять в доме что ли может быть меня кто-то пытается перенастроить сейчас в экстренном порядке теперь это все объясняет почему мой дом так часто меняется и почему я просыпаюсь каждый раз с новыми какими-то приколами что-то они там в моем мозгу копошились может быть это мое детство Кеннели ты опять не заплатил вовремя жду деньги к концу недели или вылетишь отсюда с этим барахлом последний шанс даю так нашел вчера под дверью да-да я постараюсь слушай да я видать захотел заработать просто деньжат так ваша хонда выпуска с номером была конфискована ааа я понял короче у нас были походу долги и чтобы как-то это самое мы это Лем прости ты хорош но я просто не могу так жить Сара и жена у меня была которая меня бросила прикинь так батарейка вот так вот все теперь стало понятно так пазлбокс что-то мешает я вижу листок бумаги так прозрачный диск 2-1 я так понимаю вот та штучка это подсказка сюда нужно вставить что-то плоское небольшой механический ключ так хорошо еще один диск прозрачный забрали и получается мы его сюда вставили да куда-то а вот вот как она открывалась так хорошо добыли третий диск все теперь нам нужно чтобы у нас получился вот этот получается символ да то есть вот так вот так теперь у меня есть какая-то эта штучка дрючка зачем она для чего ладно пошлите дальше я выбрался мы реально живем в каком-то захолустье в китайском каком-то квартальчике но мы видать реально с вами пошли из-за безденежья из-за проблем там совсем на какие-то испытания видать там обещали хорошо платить вот мы пошли за хорошей зарплатой знаешь как говорится удивительно что это происходит здесь где-то в китайском каком-то переулке блин непонятном да удивительно тут мы с вами уже бегали это телефон звонит похоже нашел эй подожди телефон что-то не алло эй господи как неудобно алло телефонная будка что-то новое и что теперь взаимодействовать я не знаю что теперь так ладно 718 это я подсмотрела в интернете потому что я не понимала что делать и вот мы попали блин мы реально в какой-то исследовательский центр пришли нахера мы реально сами сделали себя подопытным жесть ну спасибо слушай да тут техно прям это старая тюремная камера понадеемся что меня не посадят в одну из них слушай они походу усыпляют мою бдительность какой-то наркоманский притон у вас дверь выглядит немного необычно у меня есть талончик и вот мы с вами попали ничего себе что-то за место добро пожаловать в ваша камера номер три что это еще загадки видимо так мы сюда и попали и стали подопытным то есть это нам пришло воспоминание получается да что мне разгадывать загадки что ли последнее испытание хорошо интересно кажется она разделила на несколько сегментов нажмите на кнопку чтобы начать может быть не надо все меня закрыли какого хера происходит да спасибо все это нереально меня зовут Лем Кенелли это была моя жизнь просто не верю Дори Марта вы не настоящие да прикинь они не настоящие нас просто сделали с тобой подопытными представляешь тут делали МРТ теперь пути назад нет я узнаю в чем здесь дело давай все сейчас узнаем похоже нет электричества нужно попробовать включить питание давай введите код код ошибки отсутствует силовой конденсатор да что вы такое говорите нужно попробовать включить пошлите искать силовой конденсатор где бы он не был но это не похоже на силовой конденсатор тут еще так все хорошо видно в кавычках нужно попробовать включить электричество. Еще десять раз скажи, а то мы не поняли. Хочет он включить электричество. Молодец. Я тоже хочу включить электричество. Ну, кто меня об этом спрашивает? Наверное, это должно быть генератор. Но он не работает. А, одна из этих штук сломана. Мне нужно просто найти замену. Пошли. Я видела замену в соседней комнате. Так что мы сейчас за ней сбегаем. За этой заменой. Вот здесь в генераторной. Там лежала куча замен. Смотри. Одни замены. Выбирай любую. Кажется, сломан. Тоже сломан. 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 Что, все сломаны, что ли? У вас что, все... Вот работающий. Господи. Повезло. Наконец-то хоть что-то рабочее. Что за предприятие такое, что у вас тут все поломано? Не, ну видите, мы с вами оказались справа. То, что здесь такое своеобразное как типа из ЦП. Какой-то исследовательский центр. Так, ну что? Запитаем сейчас это местечко. Идеально. Да будет свет. Сказала я. И получила пиздюля. Надеюсь, не получу. Нам просто надо во всем здесь разобраться. Так, требуется перезагрузка. Давай перезагрузим. Конечно, сюр какой-то, да? Восстановить питание машины. Я раньше уже использую эту машину. Ну, какой черт я делал? Там есть выход. Надо этот выход открыть. Мне всего лишь нужно выйти отсюда. Как отсюда выйти? Мне всего лишь нужно выйти отсюда. А думаешь, нас так просто выпустят? Ну ладно. Если ты хочешь выйти, давай выйдем. Какое зловещее помещение. Почта. Автоведомления. Директор Кэбель. Калькулятор. Причина смерти предыдущих испытаемых. А прикиньте, если я врач. Головные боли. Они просто, мне кажется, расплавили людям мозги. Вот и все. Так что не надо замещать воспоминания. Но это, кстати, не первая и не вторая игра, где заменяют воспоминания. Уже похожие игры, кстати, были. Ну все, я прочитала. Ну... Да. Ну охренеть. Значит, мне нужно использовать машину, чтобы исправить себя? Да. Нет у меня времени на дальнейшее исследование. Нужно просто попытаться. Так, давай ну просто уйдем отсюда. Опа, карточка. Пропуск одного из ученых. Надеюсь, что это мой билет на свободу. Как удобно, что кто-то здесь оставил свою карточку. Но башка-то все еще болит. Голова, сосредоточься. Так, ну давайте просто попробуем тогда выйти отсюда. Исправлять я себя не могу. Мне не дают возможности. Так что мы просто будем идти дальше. Если я не использую машину, чтобы исправить проблемы с головой, то умру. Ну класс! То есть я еще должен и машину эту сделать. Капец. И тут, и там, короче. Все. Все успеть. Перемещенное воспоминание. Похоже, я его ищу. Дисковод. И че? И что вы мне предлагаете? Что делать дальше здесь? Код. А где код я найду? Может быть здесь? Паспорт Вернанди. Так, ну давай, Вернанди. Диск памяти вставлен. Испытаемый. Испытуемый Лиам Кеннеди. Настроить процедуру. Что ж теперь? Видимо, мне нужно настроить эти модули. Как их настраивать? Ёб твою мать. Песец. Ну, песец. Если бы мы знали, как. Какой нам нужен? Подожди, стой. Что? Что за диски я-то взял? Хоть бы дали мне посмотреть, как эти диски называются. Я предлагаю вставить тот, который был на стене. А какой был на стене? Наверное, вот этот был на стене. Нет, нет, нет. Давай без... Нет, без иллюзий. Без иллюзий. Без иллюзий. Значит, другой нам нужен диск. Нам нужен диск, тогда вот этот. Желтенький. Надеюсь, я понимаю, что я делаю. Блин, а какой здесь был диск? Кто помнит? Какой я вытащила диск? Ладно, пофиг. Испытуем им настроить процедуру. Не готово, не готово, не готово. А как остальное настраивать? Как настроить все остальное говно? Да, реально, смотри. Так. Не уверен, что знаешь, что мне здесь делать. Я тоже. А здесь? Здесь, я так понимаю, нам нужно соединить волны? А-а-а, плохо дело. Я не знаю, что я делаю. Но голова болит. Так, идем дальше. Здесь что делать? Power. Теперь знает. Что это, блядь? Надо успеть, что ли, попасть на эту штучку? Да капец. И... Да ладно. Становится хуже. Ну, надо потерпеть. Я понимаю, что все становится хуже, но я тоже ни хера не знаю. Это что такое? Так, это все надо подкрутить до треуг... Кружочек к кружочку, треугольничек к треугольничку. Угу. Блин, как же неудобно крутить эти штуки. Ну, дятина такая их крутить. Так. Крутим солнышки. Солнышки, вертолётики. Треугольнички. И квадратики. Кажется, надо поторопиться. Я тороплюсь, как могу. Чё, ещё, ещё осталось? Последнее вот это вот осталось? Так, и что с этой делать? А, надо заполнить, да? Как-то случайно получилось. Да, пожалуйста, пусть всё сработает. Ну, давай же. Ну, мы так не дойдём. Всё, все настроила. Да. Давайте запускать эту Шайтан-машину. Не, ну, мне кажется, вот в этом моменте перемудрили, затянули. И вообще непонятно, зачем это сделано. Как бы вот, как бы оставили просто вот трагедию. И всё. Нет, вот зачем? Значит, останутся только мои настоящие воспоминания. Правильно. Всё равно мне больше нечего терять. Ну да, ну а чё? Пусть у меня останутся мои настоящие воспоминания. Это та самая машина? Ох, сейчас у меня как мозг расплавится. Поехали. Меня перемудрили, реально. Слишком фантастик. Но зато я стал самим собой. То есть, получается, такая концовка хорошая. То есть, жена была ненастоящей, ребёнок был ненастоящий. Тогда какой смысл мне эти воспоминания себе оставлять? Правильно? Лучше я верну себя таким, какой я был, со своим сознанием, со своим разумом. И всё. И пойдём дальше с вами жить, плясать, уковать и... Ой. Чё? Я, по-моему, всё испортил, да? Марта Дори, мне так жаль. Может, вас и не существует. Но обо мне такого не скажешь. Не знаю зачем, но я хочу вернуть свою жизнь себе. Потому что это логично, это моя жизнь. Нахрен мне жить в каком-то несуществующем мире. Я согласна. Но это ещё не конец. Игра такая, ты так просто отсюда не уйдёшь. Ты будешь страдать. Это так странно. Я знаю, что только что стёр искусственные воспоминания, но я ничего не могу вспомнить о них. Но может быть и хорошо. Что теперь? Теперь мы идём домой. Но что дальше? Кровь всех этих людей на мне. Ну, пойдёшь в полицию, сядешь в тюрьму, если тебя это так корёжит. С другой стороны, ты же тоже не помнишь, что это ты их именно убил, и всё. Типа, у тебя амнезия, поэтому как бы пофиг. А я считаю, сами виноваты. Нехер было меня до этого доводить. Правильно, правильно. Я просто хотел счастливой жизни, и я её наконец-таки получил, надеюсь. Ах, рассвет! Просто дайте мне выбраться отсюда, и оставьте меня в покое. Наверное, прошу слишком многого. Но без боя я им больше не сдамся. Ну, странновато. Странновато. Конец мне не зашёл. Не понравилось. Я считаю, надо было оставить на моменте, где вот у него семья погибла, и просто объяснить, зачем он это сделал. Было бы гораздо драматичнее, чем вот это вот. Как считаете, выпишите в комментарии, как вам концовка. Вот такое вот получилось прохождение. Я уже своё мнение сказала, жду вашего мнения в комментарии. Ну, а мы с вами скоро увидимся. Не такая уж и страшная игра оказалась. Немножечко я, конечно, разочарована, потому что ожидала от неё большего. Но она была интересная. В общем, увидимся с вами, ребятки. Спасибо, что были со мной. Всем пока и хорошего дня.